Проливной дождь загнал ребятню из лагеря «Солнышко» в помещение. Символ юных баканцев в этот день подкачал и спрятался за тучками. Даже утреннюю зарядку пришлось делать в школе. Но никакой дождь не может испортить летние каникулы, ведь в лагере всегда найдут чем занять детвору. Маленькие жители Нижнебаканской предпочитают проводить лето вместе. Потому что тут интересно и забавно, мы тут играем с друзьями. Чтобы атмосфера в лагере не очень напоминала учебную, педагоги школы номер 11 приложили массу усилий. Все наши кабинеты, их оснащение, их оформление изменено. Там нет таких привычных парт, стульев, карт и других пособий методических, которые есть в учебном процессе. То есть все они оформлены в соответствии с тематикой. Здоровье и спорт – главное направление этой смены во всех лагерях. Вот и в Алампарусе, что находится при школе в селе Молдаванском, сегодня собирались в поход. Погода его отменить смогла, а вот хорошее настроение детворы – нет. Поэтому прямо в кабинетах они провели репетицию похода. Соседний отряд развивался интеллектуально, не забывая при этом соревновательную составляющую. В игре «Счастливый случай» были задействованы четвероклассники и первоклассники. В Алах-парусах надеются, что природа все-таки позволит им провести все намеченные мероприятия. А их планируется немало. У нас очень много различных поездок по поселению, по Крымскому району. Посещаем такие места, о которых даже ребята и не подозревали, да и сами взрослые. Вот, например, Гладковские плеваки. Мы узнали о существовании такого уникального места на территории Крымского района совсем недавно, и у нас уже ребята несколько раз там побывали. Кипит жизнь и в Солнцеграде. Это не просто лагерь детского эколого-биологического центра. Это город солнца. Здесь есть собственный мэр и несколько министерств. Елизавета, к примеру, министр культуры, и у нее очень важная миссия. Я смотрю, чтобы все мыли руки перед едой. Я занимаюсь как бы культурой. Должности в Солнцеграде распределяются демократическим путем и с учетом пожеланий потенциальных управленцев. Если кто-то хотел быть медсестрой, и ребенок желает с таким настроением быть в этой роли, мы, конечно же, слышим эти желания, и дети поэтому охотно выполняют поручения, им нравятся эти ролевые игры, родители даже звонят и говорят о том, что дети очень с настроением встают утром и идут к нам в лагерь. Сегодня в районе на базе образовательных организаций работают 32 лагеря дневного пребывания, которые посещают почти 4000 детей. С половины девятого утра до 14.30 они находятся под присмотром опытных педагогов, которые умеют не только давать новые знания, но и прекрасно организовывать отдых и досуг. Вероника Ежова, Инна Ткач, Владимир Попов, телерадиокомпания «Крымский экран».